Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Примите сюда... Продолжение следует... 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 Эту особенную тайну в своей жизни теперь уже в полной мере за все нужно будет отвечать, и особенно ярко сейчас, очень ярко, плоды нужно будет собирать. А они не очень приглядны, оказались. Семена бросали щедрой рукой, а теперь из всего выращенного не все хотелось бы поднять, собрать. А собрать будет надо, чтобы мудрость умножить. Ведь только собирая плоды умножаешь мудрость, собирая плоды начинаешь понимать, что однажды было недостаточно оценено, чтобы потом уже не бросать семена, которые однажды бросались беспечно. В непростое время вы живете, его надо пройти и создать другое. Другой мир, чтобы было другое небо, чтобы солнцу не мешали тучи светить и согревать всех без разницы. И вот этому надо научиться. Научиться исполнять труд праведный и очистить небо от тучи. Созданное страхами, неуверенностью, корыстной эгоистической заинтересованностью, на чём, в общем-то, мир и построен сейчас. Все проблемы, они сводятся к одним основам. Это страх, большая неуверенность и очень-очень большая корысть. Всё хочется рассмотреть с позиции, насколько всё это выгодно. А это уже большая ошибка. И мудрость нужно будет обрести, чтобы в конечном итоге уж избавиться от этих серьёзных ошибок. И на земле осталось другое общество, новое, одна семья, единоверующих людей, устроённых в одну сторону, живущих истинно, полноценно, праведно. Не спорящих друг с другом в стремлении доказать свою собственную истинность. Не соревнующихся друг с другом в таких соревнованиях, которые утвердились на земле за долгие века. Нельзя жить нормально. Соревноваться толкает страх, боязнь отстать. Ложно понимая, что отстав, вы будете никому не нужны, вы погибнете. Но от Бога отстать нельзя. Вы можете отстать от ближнего, который с каким-то номером на майке бежит рядом, а бежит шустрее, чем вы. Но от Бога вы не можете отстать. И научившись достойно верить, правильно верить, вам нужно будет избавиться от страха. И быть с Богом всегда, где бы вы ни были. Чтобы это помогло вам обрести веру. Веру в свои силы. Веру в то, что вас не может Бог покинуть. Куда бы вы ни пошли, вы никогда не можете быть покинуты Богом. И если что-то встречается на вашем пути, оно вам нужно, очень нужно. Если оно настигло вас, это только во благо ваше. Но уметь это увидеть правильно, положительно, очень важно. Особенно сейчас, когда трудности так множатся. И чем больше человек пугается, тем больше начинает их создавать, эти трудности. Включается механизмом лавинообразного развития этих трудностей. Потому что человек, испугавшись, делает как раз то, чего ни в коем случае делать нельзя. А он боится и следует своему страху. И начинает искать выход совсем не там, где он находится. Получается, в таких обстоятельствах появляется очень много творческих поисков, разнообразных выходов, предложений. Рисуется много разных проемов дверных, через которые якобы и надо выйти. И каждый такой проем дверной рисуется красиво, красочно. Обилие рекламы о том, что дверь находится и там, и в другом, и в третьем месте. А все боятся, всем так хочется выйти из трудностей. Начинают бросаться в разные стороны. Стараться войти в дверь, которая рекламируется гораздо более красочно, убедительней. Но двери не там. Божье нельзя рекламировать. Это невозможно. Оно простое. И находится внутри вас. Вам просто нужно посмотреть внутрь себя, а не вокруг искать двери. Каждому надо суметь поверить в то, что вы имеете внутри. Заглянуть туда с пониманием, что именно ваше искреннее, что вы способны проявить, это и есть правильное на сегодняшний день. Ведь вам же нужно сегодня сделать что-то правильно. Нельзя сегодня сделать что-то, что однажды придется и нужно будет сделать. Если двигаетесь вперед, то только с каждым днем вы можете увидеть то, что потом нужно будет сделать. Но сегодня рассчитано на ваши сегодняшние силы, на ваши сегодняшние возможности, на вашу веру в себя. Каждый из вас может сделать то, что именно ему надо сделать сегодня. Не то, что надо сделать другому, а именно каждому из вас в отдельности. И у каждого такая задача стоит рассчитана на его собственные силы, возможности, возможности мыслить, возможности его переживать, выражать что-то, что он имеет внутри себя. И ему надо просто лишь постараться, искренне сделать так, как он может, как он понимает. Чтобы прежде всего сделать шаг, вы сами себя спросили, вы действительно считаете, что это наилучшее из всего того, что вы можете, из того, что вы понимаете, как наилучшее. И если вы внутренне можете ответить «да», я действительно могу и вижу, что так наиболее благоприятно, наиболее чисто, но так и надо сделать. Обязательно. Как бы не смущали вас вокруг, как бы не пытались вас остановить, показав «не туда идешь, не то делаешь, сделай по-другому», не надо смущаться. Каждый из вас в состоянии определить правильность своего собственного шага. Никто из вас не сможет определить правильность шага другого. Это невозможно. Вы не обладаете такими качествами. И никогда не будете ими обладать. Не надо делать то, что присуще прежде самому Богу. Это Он знает, кому из вас, что лучше. Но вы не можете этого знать. А значит, торопиться получать друг друга. Не надо. Если к вам обратятся за советом, можете подсказать, но не торопиться управлять. Лишними. Не торопитесь их учить. И вот нужно внимательно и правильно посмотреть на свои силы. Вы все имеете нужное. Частица Бога в каждом из вас – это бесценно, это несравнимое. И в каждом из вас – оно одинаковое. Вам надо лишь освободиться от страхов. Иметь больше веры в себя. И вы сможете поверить Богу. Но если вы в себя не верите, не веря в малое, вы не сможете верить и в большое. Но это уже та мудрость, которую постигать нужно будет индивидуально каждому, делая свои шаги собственные. Так, как лично каждый из вас понимает правильно. Дальше, сделав шаг и увидев, как правило, впоследствии его ошибочность, это будет очень важно. Потому что это будет приобретаться мудростью. Потом вы сделаете другой шаг. Опять сделаете вывод, сделаете новый шаг. И вы всегда пройдете в дверь, пред вами Богом поставленную. Вы не минуете ее. Это будет невозможно. Но надо смелее пойти. И быть искренним перед собой. Поэтому не пугайтесь своих собственных решений. Не торопитесь усомниться в них. Переспросите себя. То, что я ранее подсказал. Действительно ли вы считаете то необходимое, что вы пытаетесь сделать? На данный момент самым лучшим. Что вы действительно видите самым правильным. Чистым, хорошим, добрым, Божиим. И тогда делайте. Обязательно делайте этот шаг. Он будет для вас самым правильным. Но будьте правдивы. Сейчас это потребуется. Соблазнов много. Сомневающийся ближний способен зародить сомнения в вас. Даже если он ничего не говорит. Его собственные страхи способны вас поколебать. Вы как один организм. Где чем больше клеточек болеет, тем больше болеет и страдает весь организм. Не может быть у тела так, чтобы рука болит, а все остальное тело пребывает в счастье и неге. Не может она отдельно болеть. И так же любая клеточка. Если она заболевает, весь организм страдает. Конечно, его не сразу можно определить это страдание. Особенно в условиях, когда страдаешь постоянно. От чего страдаешь? Но все обязательно взаимосвязано в этом случае. Вы единое целое. Поэтому чем больше страдают ближние, тем больше это сказывается на всех вас остальных. Надо будет выдержать. Выдержать этот непростой период времени. А страдания увеличиваются. Вы это можете видеть. Это не является для вас тайной. Видите все как непросто и не проще становится дальше. А это будет приносить переживания, всплески страха, смущений, паники. Это опасно. Надо будет идти уверенней. И вдохновить ближних своей уверенностью. Тверже шаг. Верьте в свои шаги, решения, принимайте их. И вдохновляйте ближних. Нужен пример. Ну а в том, что на самом деле нужно познать. Это вы будете познавать в разное время. В зависимости от степени созревания каждого из вас. Кто-то быстрее, кто-то позже. Но в конечном итоге, конечно же, общие, главные истины нужно будет познать всем одинаково. О духовном нельзя спорить. Духовное нужно однажды познать, как единую основу, опереться, оттолкнуться и исполнить бесконечное разнообразие творческих поэтических усилий, которые же могут быть неповторимы. Но познание духовное – оно единое. Закон развития – он един. Глупо его толковать по-разному. И еще более глупо утверждать разное, якобы, как самое истинное. Если уже говорить о разном, значит, уже говорить о неправду. Единый закон – его и нужно познать едино, чтобы о нем не спорить, а использовать правильно. Ну, а теперь я готов ответить на вопросы. Что-то добавлю к тому, что уже сказал. Уже через вопросы. Потому что в вопросах открываются какие-то детали немаловажные, которых так много у вас. И хорошо бы их, конечно, рассматривать через конкретное что-то, уже сегодня у вас появляющееся. Тогда и легче применить будет. Здесь очень важно истину преломить через практику вашей жизни. Делать общие призывы, говорящие о чем-то очень большом. Часто будет это пустая трата времени. Это будет трудно применить. Ведь каждый из вас, прикасаясь с реальностью, соприкасаясь, делает то преломление внутри себя этой реальности. И создает внутри себя то понимание, которое ни у кого больше не повторяется. И если в чем-то оно и похоже, то не во всем. Каждый из вас понимает происходящую реальность индивидуально и неповторимо. Поэтому, если сказать общие фразы о любви, о добром, о чистом, о хорошем, это ничего не сказать. Это все равно, что побыть в чем-то хорошем, но ничего не приобрести нового. И поэтому очень важно пробовать рассматривать исполнение Божьего через что-то очень конкретное, житейское, сегодняшнее. То, на что уже пора обратить внимание. Когда вы задумаетесь, как в данном конкретном случае применить понятие любить ближних. Что это такое? Как это любить? Это же не просто выйти и как-то напрячься и полюбить. Каждое отдельное действие, оно подразумевает какую-то правильность, соответствие гармонии, соответствие законам, требованиям, которые окружающий мир гармонии ожидает от вас. Эти действия нужно сделать именно грамотно и никак кому вздумается. Хотя прежде делается именно так, как мозг думается. Но потом, набираясь опыта, однажды вы все сделаете правильно. Вот это задача – прийти всем к одному. И так теперь можно попробовать спрашивать вам. И мы продолжим с какими-то оттенками прикасаться к чему-то очень большому. И если человек покончил с собой, может ли это быть предопределение, если два последних года этот человек просил нас разрешить ему уйти из жизни? В таких случаях не бывает предопределения, что человек должен что-то сделать. Вы всегда имеете выбор. Есть определенная благоприятность, но вы сделать должны будете свой выбор, находясь в условиях свободы. Такого выбора. Никому из вас не предопределено обязательное, какое-то однозначное развитие судьбы. У каждого из вас оно ветвится. Это предопределение такое своеобразное. Бывает много вероятностей для каждого из вас присущих, учитывающих ваши мысли, способность рассуждать, чувствовать, переживать, уставать. Усталость часто толкает к чему-то, что можно легко предосмотреть заранее. Но это не значит, что оно обязательно будет. Вы можете сделать неприсущее. Такое человеку дается. Он имеет такие возможности. Но будет ли он это делать, это должен решить только сам человек. Но когда вы устаете, когда вам трудно, движение мысли становится стереотипно, предсказуемо. Русло таких мыслей движется однообразно. И вот тут очень важно, как вы пробуете верить в себя. Как вы понимаете ценности жизни. Куда вы на самом деле стремитесь, чего вы хотите. Но это опять же тема великая. У каждого из вас разные силы, разные возможности. Кто-то наиболее предрасположен свершить горестный поступок, кто-то менее. Но свершить его может любой, в зависимости от того, что он позволит себе. Как позволит развиваться мыслям своим, своему настроению. О чем он будет думать. Вы имеете великие возможности. И от того, как ими воспользуетесь, можете легко погубить свою жизнь. Либо спасти, вывести себя из трудного положения. Все это вы имеете. Так что, если уж кто-то совершил что-то очень горестное, не судите его. Человек сделал то, что оказался способен. Выбрал сам. Но это не конец. С учетом того, что он сделал, какие отклонения допустил в своих решениях, впоследствии будет поставлена иного рода задача. Но именно с учетом того, что он допустил, дабы выправить развивающееся отклонение в его памяти. Так оно и происходит с каждым человеком. И обязательно будет предоставлена возможность выправить то, что на сегодня оказалось ненормальным. Пожалуйста. 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 На сегодняшний день вы как бы являетесь единственной истинной дверью на пути человека. Так не требуется определять. Я уже много сказал. Посмотрите внутрь себя. Вы потянетесь, пойдете туда, куда вам нужно идти. И сделаете то, что именно вам нужно сделать. Вы движетесь по пути, который можно определить сейчас ступенями, образно. Стоите на разных ступенях. И получаете, принимаете плоды, делаете решения в соответствии с требованиями и условиями своей ступени. И на какой бы ступени вы ни стояли, это истинное ваше положение на сегодняшний день. Нельзя сказать, что вы стоите неправильно, если уж на разных ступенях. Вы стоите правильно. И можно сказать, добавить, вопреки своим усилиям, вы все равно пойдете правильно дальше. Потому что так все построено. Когда Богом выстроено все это с учетом уникальных особенностей, которые присущи человеку, Бог обыгрывает то, что происходит с вашей жизнью. Обыгрывает так, чтобы это обязательно пошло вам во благо, зная вашу предрасположенность к чему-то. И поэтому развитие событий ставится так, чтобы это обязательно послужило вам во благо. И в данном случае не требуется так прямо отвечать на тот вопрос, который был задан. Это совершенно ненужное. Смотрите внутрь себя и выбирайте искренне то, что сегодня вам дорого. Это и есть ваш точный путь движения в истинный проем дверной, поставленный для всех вас Богом. Вы не минуете такой проем. У дочери с детства проявлялся мужской характер. После школы были сексуальные отношения с подругой. Я ненавязчиво подсказывал ей, что негармоничны такие отношения. Может мне надо активнее пытаться предотвращать возобновление таких связей. Пробовать говорить на эту тему, конечно же, можно со своими детьми. Но это вопрос очень непростой сам по себе. Чем больше будет развиваться сам ребенок, тем больше ему придется вам оставлять право выбирать самому. Ничего не настаивая ни в чем, не заставляя. Только лишь упомянув те или иные подсказки, мысли, какие вы на данный момент имеете и считаете наиболее правильными. Но выбирать будет ребенок сам. Он должен сам выбрать. И постигать то, что наиболее для него будет благоприятно. Вы родились на земле в такое время, когда очень много перемешалось. Очень своеобразно и очень поучительно. Нередко души, имеющие женские особенности, воплощаются в мужские тела и наоборот. А значит, накопленный опыт, он будет по-своему сказываться. Но эти перемещения являются не случайными и очень важными. Потому что человек, попадая в те или иные жизненные обстоятельства, с этим связанные, будет делать очень важные выводы, которые именно ему будут очень нужны. И тут вам будет трудно его наставить на что-то действительно правильное, по большому счету. Нередко человеку нужно будет пройти через что-то неправильное, но очень важное, для того, чтобы уже в конечном итоге твердо встать на правильное. Поэтому не торопитесь расстраиваться. Если кто-то из ближних, особенно если дети делают что-то, на ваш взгляд, очень неправильно, и вы видите, что не можете его от этого охранить, удержать, им в этом быть нужно, очень нужно. Часто в горячей ситуации я поступаю правильно, поистине, но буквально мгновение спустя ко мне в мыслях приходит горячее желание поступить по-другому, оскорбить в ответ, например. В реальности я этого не делаю, но мысленно иногда и поругаюсь. Как избавляться от этого нехорошего последствия? не следовать соблазну. Именно не следовать. Нельзя искать пути, как сделать так, чтобы не было желаний. В зависимости от того, насколько вы слабы, у вас будут проявляться соответствующие желания. Желания связаны с качеством внутреннего мира, которым вы обладаете. То есть, то, что и есть у вас, ваша данность, она рождает желания. Если хотите, чтобы были другие желания, вам нужно поменять данность. Будут другие желания. Так вот, над данностью вы и должны работать. Не над появлением тех или иных желаний, а над самой данностью. А работа над данностью – это попытка контролировать то, что с вами происходит, и волевыми усилиями заставлять себя делать то, что действительно вы понимаете правильным. Хотя ваша слабость будет подсказывать другое. И вы будете чувствовать и понимать, что это неправильно, но так это хочется сделать. И вот тут надо остановить себя. Именно остановить и не позволить себе это сделать. Вот это и есть работа над данностью, где со временем желания перестанут возникать. Как только эта частичка, эта сторона вашей данности изменится, связанная с этой стороной, возникающее желание поменяет свой характер. Они будут другие. Вот над этим и нужно внимательно работать. Поэтому не суетитесь, не беспокойтесь о том, как очистить свою голову, заставить, чтобы туда приходили хорошие мысли. Нет, пускай приходят разные мысли. А вы работаете над этим. Смотрите, к чему они вас подталкивают, эти мысли. И, соответственно, с этим принимаете правильное решение, которое видите наиболее благоприятным. И делаете этот шаг. Мысли должны вас соблазнять. Это как такие учебные задания, уроки домашние. Потому что каждый день они на вас настигают и к чему-то соблазняют. Ну и ладно, а вы поступите правильно. И, как правило, конечно, поступить правильно – это сделать волевое усилие. Именно в этом и заключается учеба, учение человека. Он учится делать то, что раньше не умел. А все, что вы желаете – это то, что вы умеете, то, что вам соответствует. Вы не можете желать то, чего вы не умеете. К этому еще нужно прийти. И как только появится соответствующая данность, вы будете этого желать. Поэтому пожелать, ответить добром на то, что вам делают больно – и так не сразу это может получиться. И вы искусственно не вызовете это желание. Будет большой соблазн ответить тоже болью. То есть сделать больно в ответ. Тут надо себя остановить, взять в руки и, улыбнувшись, пожелать что-то доброе тому, кто делает вам больно. Но это надо волевое усилие применить. То, что очень важно на пути истинном. Путь духовного восхождения, по сути, весь состоит из волевых усилий. Он не может сам по себе. Правильный шаг – получиться легко. Получиться легко может, опять повторюсь, только то, что вы уже умеете. А что-то новое надо будет постараться сделать. И чем больше это требование, тем сильнее нужно будет проявить себя, больше проявить напряжение, усилий со своей стороны. Но этим надо заниматься каждый день, всегда. И то, что раньше не хотелось, но вы делали, понимая, что это надо, потом будет хотеться. Потом вы почувствуете, что это ваша потребность. Именно так поступать, и вы не можете по-другому. После этого уже будет что-то новое дальше рассматривать нужно. Которое, опять же, чтобы дальше пойти, потребует от вас новых волевых усилий, до новых изменений, способных родить в вас новые пожелания, более совершенного порядка. Многие овощи и другие продукты генетически модифицированы. Может ли молитва снимать, очищать этот дефект? Лучше не спрашивать. Молитесь, благословляйте. Если видите нужду именно это кушать, ну, пробуйте. Конечно же, благословения, ваши молитвы многое могут изменять. Чем больше вы обладаете духовной силой, тем сильнее меняется структура того, к чему вы прикасаетесь. Поэтому у кого-то это лучше будет, получается, изменять качество явлений, к которым вы прикасаетесь. У кого-то слабее. В зависимости, опять же, как я сказал, от силы вашей духовной, внутренней. Но вы живете в условиях, где, особенно горожане, где избежать накладок, создаваемых обществом, будет сложно. Вы в эти накладки будете попадать, и они по-своему будут на вас сказываться. А хранить вас от этого будет трудно. Для этого надо будет сказать, ну, выращивайте сами и живите за счет того, что можете сделать сами, своими руками. Это действительно будет наиболее ценно и полезно. Но для этого надо поменять характер жизни, очень круто изменить. А если нет, жить так, чтобы было удобно и очень полезно, сейчас это сочетать будет очень сложно. Вам хочется сразу все, ничего особо не менять, и в то же время, чтобы было чрезвычайно полезно. Нет, этого не будет. Но выбор всегда за вами. Поэтому, конечно же, благословляйте. Хорошо. Кушайте пищу, благословите ее. Подумайте об очень хорошем, божественном. Она изменится. Пища обязательно изменится. Но она не превратится в другой продукт, конечно же. Что станет с медициной, когда общество созреет? Вымрет, как динозавр или во что-то преобразуется? Медицина, конечно же, исчезнет. Это ненормальное явление. Оно естественно для того общества, в котором человек сейчас пребывает. Но оно ненормально. Болеть вы не должны. Но это будет однажды. И сейчас как-то уж заглядывать с этими вопросами на будущее. Нет смысла. Если кто-то увлекается медициной и хочет именно с этой стороны помогать ближним, пускай увлекается и помогает. Это хорошо. Ему не стоит беспокоиться. А вдруг завтра исчезнет? Что я буду делать? Завтра так не исчезнет. Еще немало можно будет с этой стороны оказывать помощь. Но однажды, конечно, это уйдет. Это быть не нужно. Как относиться к человеку, если он тебя любит, а ты его не любишь? Возможен ли брак по расчету? Ведь брак по расчету – это не только материальная сторона. Это и род занятий ближнего, работа, увлечение, характер тоже. А брак по любви – это эгоистическое, это эмоции. Брак по любви – это наиболее благоприятное соединение. Конечно же, любовь, возникающая между мужчиной и женщиной, она связана исключительно с эгоистическими индивидуальными качествами каждого человека, как мужчины, так и женщины. Но именно проявление любви показывает наиболее благоприятное для вашего духовного становления соединение. Это наиболее благоприятное. Хотя любое другое соединение тоже будет благоприятным. Потому что, встречаясь друг с другом, начиная жить друг с другом, вы учитесь тому, чему нужно будет учиться. Это учиться помогать ближнему, быть ему полезным. И кто бы он ни был, учиться будет чему всегда. Но наиболее благоприятное соединение позволяет именно на основе любви, оно позволяет проходить те школьные задачи, такие уроки, которые несут наилучшее раскрытие ваших качеств. Поэтому вы притянетесь благодаря своим чувствам к тому, кто будет для вас наиболее полезен. Надо будет суметь этим правильно воспользоваться и правильно пройти. А брак по расчёту, если вы соединяетесь с человеком только лишь считая, что для вас это выгодно, конечно, это негативный шаг. Но он всё равно будет поучительным. Потому что всё равно этот человек вам создаст те условия и уроки, которые помогут вам лучше приобрести что-то недостающее и подталкивающее вас делать неверные шаги. Вы будете всё равно набираться мудрости. Но в данном случае, ещё раз повторюсь в завершении, чувство любви играет наиболее благоприятную роль в соединении. Желательно на это ориентироваться. Допустимо ли для верующей женщины такое действие? Встать и уйти, когда во время спора с неверующим мужем он в пылу спора срывается на оскорбление даже в виде мата. При этом, если он спрашивает, куда я, отвечаю, что нам надо отдохнуть друг от друга, успокоиться, а сейчас я просто не в состоянии общаться на таком уровне. Такое возможно, конечно же, но будет благоприятней не спорить так, чтобы наступала такая крайняя точка в вашем общении, где уже нужно принимать что-то радикальное и крайнее. Это нужно пробовать увидеть ранее, когда начинаете общение. Видите, что общение приобретает горячее проявление. Надо уметь остановиться, надо уметь сгладить, чтобы к чему-то крайнему впоследствии уже не прибегать. Но если все-таки дошло до крайности и женщина видит, что может не сдержаться и лучше остановиться, замолчать и просто отойти, конечно, такое лучше, чем остаться и сорваться. Хотя, если может не сорваться, но промолчать дальше, не уходя, это будет лучше. Потому что, когда вы уходите, вы создаете еще больший соблазн к расстройству у того, кто с вами общается. Поэтому тут надо посмотреть, насколько вы в состоянии себя контролировать и действительно ли вы сможете не сорваться в такой горячий момент. Продолжение следует... 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 молиться за прощение Ивана Халярика. Ну, определённые процедуры там были выполнены, да? Вопрос. Прощён ли он? Если нет, можешь ли ты простить? Если нет, то, что надо делать для того, чтобы это сделать? Я предполагаю, что это достаточно важно, если хотите увидеть его дальше. Вопрос касается, прежде того, что я в определённой мере уже упомянул, вы находитесь на разных ступенях, имеете разные понимания, и усилия делать должны в соответствии с тем, что на этот момент вы понимаете как наиболее благоприятное. Когда вы действительно понимаете что-то как наиболее благоприятное, лучше не переспрашивайте, как видит это другой. Вы будете рождать соблазны, и поступить можете уже с большей вероятностью совершенно неправильно. В этом случае очень важно, кто будет спрашивать. Тот человек, который, услышав подсказку, хотел бы молиться, тот, кто, услышав подсказку, сомневается в правильности этой подсказки, то есть уже разное будет качество. Тот, кто вообще задаётся вопросом, насколько вообще требуется молиться за кого-то, то есть это разный уровень понимания. Если человек искренне верит, что это нужно, ему лучше сказать «делай». «Делай», не сомневаясь. Хотя это, может быть, и не нужно. Потому что здесь очень важно, как вы верите в себя, какие вы шаги предпринимаете. И очень важно, чтобы вы искренне понимали, что в данный момент вы делаете правильный шаг. И даже если, опять же, посмотреть с больших позиций, таких глобальных, что на самом деле это не требуется, именно для вас это будет действительно благоприятно. Будет идти нужное изменение структуры вашей психики. Очень важное становление будет происходить. Потому что человек воспринимает всю реальность чувственно и должен быть чувственно воспринимать всегда. Это его особенность человека. Хотя именно чувственная сторона человека, она значительно осложняет человеку жить в этой реальности, которая его окружает. И значительно осложняет чем? Опять же, наличием таких очень больших проявлений его страха. Это тоже чувственная его часть. Именно у человека она очень сильная. Это сторона его естества. Намного сильнее, чем у животного. И для человека важно разобраться с тем, что он имеет, и правильно расставить ценности в своем понимании. Так вот, в данном случае для одних можно было дать один ответ. Для других уже можно было дать другой ответ. И так как все-таки задан был вопрос не индивидуально, когда человек приходит и, проявляя свою индивидуальность, задает вопрос. И ему можно дать уже с учетом только его индивидуальности ответ. Конечно, в данном случае уже я могу дать и другой ответ. Но тут есть одна, конечно, особенность. Так, ну ладно, этому я, допустим. Конечно же, помолиться за кого-то хорошо, но как только человек покидает, его душа покидает тело, ничего изменить нельзя в его естестве. Менять в человеке можно только пока он живет в теле. Его естество меняется только благодаря тому, что он находится в теле, и тогда включаются все механизмы, благодаря которым как раз происходит его формирование и исполнение Божьего по изменению материального мира, ради которого человек рождался. Как только идет отсоединение его духовной основы от телесной, ничего в его духовной основе уже изменить нельзя. Поэтому он пребывает в определенном мире, где находится в условиях, с самими его усилиями собственными созданных. То есть этот мир, в котором он находится, он соткан как раз из его опыта, самого человека. Чем больше было у него страхов, тем больше будет у него сложных иллюзий, которые он будет воспринимать как реальность. И поменять это невозможно. Все, что окружает душу, оно, как правило, будет создано на основе его опыта, этого человека, этой индивидуальности, проявленной в этой душе. И говорить о том, что Бог простил или не простил кого-то, это неуместно. Такого вообще невозможно ставить в нормальном смысле вопроса. Потому что не бывает, чтобы Бог кого-то не простил. Просто это невозможно. Даже сам характер вопроса его неправильно ставит, будет неграмотно. Отец любит одинаково каждого человека и создает все самое благоприятное для каждого человека с учетом его личных, индивидуальных, неповторимых особенностей. И будет делать это всегда, пока существует эта душа. Его даже нельзя об этом просить, бессмысленно просить. Он это будет делать, независимо от того, просите вы что-то или не просите. Независимо, куда бы вы ни пошли, все равно вы будете опекаемы Богом по максимальному тому, что Он видит для вас наиболее благоприятным. И это нельзя поменять. А когда говорится, простит Бог, не простит, это неграмотное восприятие Бога, где Его видят как человека, который может обидеться, расстроиться, выразить гнев. Но это настолько несуразно. И в конечном итоге, конечно, люди должны будут понять, что Бога нельзя так воспринимать. Это слишком примитивно. Поэтому, если уже душа чья-то покинула тело, она попадет в то, что в данном случае ей будет присуще. И поменять это можно будет только когда она вернется опять в тело и продолжит изменение своего естества. Душа в теле новом. Вот тогда, меняясь качество, меняясь опыт, он впоследствии опять же повлияет на то, в какие условия попадет душа, покинув тело. Новый опыт быстро создаст чувственным, на чувственной основе иллюзию, которая будет переживаться душой и восприниматься как реальность. Но ее никак, никакими усилиями со стороны изменить будет нельзя. Это данность. Она неменяема. Меняемца только своим человеком. Опять же, когда у него появляется возможность продолжить свое изменение. Вот такая истина на самом деле она существует. А взгляд, который существовал до этого на Земле, он, конечно, формировался людьми. Именно как раз же потому, что пытались увидеть Бога как человека и наделяли всегда его качествами, присущими самому человеку. Человеку уже трудно было представить Бога с качествами, о которых он не имеет представления. Это невозможно. Поэтому любая попытка человека от себя что-то представить, касающаяся Бога, неизбежно приведет к тому, что вы наделите его там тем, что присуще вам. Это по-другому не получится. Это совершенно естественный закон. И только лишь со временем, когда будет удаваться возможность открывать что-то вам неизвестное, вы можете уже опереться на новые какие-то данные, какую-то информацию. Но пока вы сами что-то пытаетесь представить в этом направлении, неизбежно будет сведено к тому, что вы наделите Бога своими качествами, тем, что присуще именно человеку. Но это будет в данном случае неправильно, потому что то, что касается Бога, оно никак не связано с качествами вам ознакомыми. Он никогда не имел тела, присущее человеку. И, естественно, этими особенностями он не обладает. Совсем другое состояние. Ну, опять же, если бы это спросил священник, который думал на эту тему, и у него возникло сомнение, тогда было бы хорошо, когда он спрашивает, и происходит у него развитие, он задумывается, он получает ответ, утверждается в чем-то новом, и начинает делать новые, неприсущие ему шаги, уже не те, какие он делал раньше. А так, спросить для других, ну, оно как будто бы и ненужный вопрос. Можно сказать, конечно, по истине это ненужное действие, но по человеческим понятиям, которые я сказал, что именно человеческое, оно не всегда правильно оценивать с позиции логики. Это, можно сказать, нормально. То есть люди верят. В данном случае какая-то группа очень верит, что это нужно, это хорошо. И вот опять же, если они считают искренне, что это хорошо, это правильно, им надо это делать. В этом случае идет формирование структуры их психики. Но если они действительно верят, что это хорошо, если они делают это, потому что сейчас можно заработать, если быстренько обряд нам сделаем, но это уже другая сторона жизни. Поэтому для тех, кто искренне во что-то верит, им обязательно надо дать это сделать. Особенно если они верят, что это действительно хорошее, Божие в их представлении. Не надо их критиковать, не надо их торопиться получать, не надо их ни в коем случае останавливать. Им надо давать возможность это делать. В данный момент для них это хорошо, действительно, но только для них. Тот, кто засомневался, начинает мыслить несколько иначе, вот ему уже нельзя повторять традиционные какие-то проявления, уже надо мыслить по-другому. Действительно перед ним, значит, открывается что-то большее, и ему надо смело делать эти большие шаги. Вопрос из Томскор области. Группа Анастасиевцев взяла землю под родовой поместью. А потом прочла прогноз ученых, что произойдет обрушение земли в местах добычи нефти и газа, и земли их окажутся на дне моря. Спрашивают, как лучше поступить, искать землю в другом месте, или, уповая на Бога, продолжать работу на уже взятой земле. Ну, Богом не определяет, где какую землю взять. Если Анастасия посоветовала, так у нее надо спросить. Может, она что-то другое посоветует. К Богу это не имеет никакого отношения. Где бы вы ни жили, даже если на местах, где должно что-то обвалиться, это нормально, то живите на здоровье, делайте доброе, ну, обвалитесь потом, ну и что? Ну, уйдете куда-то, ну, вы все, ну, вернетесь на землю, ну и что? Ну, провалились. Покричите, пока летите, вспомните о чем-то хорошем. Немаловажно вспомнить, а то бывает забывается что-то. А так, вы же знаете, в последние минуты много пролетает перед глазами. Вспоминается все, как живо, как надо было поступить, как не поступил, сожаление. Это хорошо. Это так прокрутится быстренько перед глазами. Зато потом вдруг выживете, упали и выжили. Но зато это провернувшееся перед глазами, оно вас так настроит на лучший лад. Будет более правильные шаги впоследствии сделаны. Так что в данном случае живите опять же так, как увидели сегодня наиболее благоприятным. Метаться нет нужды. В одном случае действительно может провалиться где-то. Может провалиться. Но в другом, где не провалится, это вовсе не значит, что там можно будет жить. А там дерево упадет. И почему-то именно на вас упадет, не на соседа. Поэтому не поймешь, где тогда лучше. Или провалиться там, где возможно провалится, или в другом, где может дерево упасть, или машина сбить, или кто-то пробежит, мимо толкнет. Неудачно так. И вы упадете. Смелее нужно жить. Не бояться смерти. Ее не существует. Главное, как вы сегодня ощущаете нужность свою на том или ином месте. Вот тут очень важно посмотреть чувственно, душевно, от сердца. не как вам подсказывает и соблазняет понимание выгодности. Или как страх говорит. Ну, вдруг, да вот, да не хватит сил, да там, да неудобно, да вот, а как я тут, да вот, как обо мне подумать, да что скажут. Чтобы вы не с выгоды посмотрели, с позиции выгоды, а как вы чувствуете действительно, что это ваше место. Что именно тут вы видите, что вы можете максимально душевно себя проявить. Что вы действительно видите, что здесь вы нужны людям. И вы хотели бы здесь себя проявлять душевно. Проявляйте. Не задавайтесь вопросом, провалится это место или не провалится. Это совершенно неправильный взгляд. Нельзя в этом случае с агастической позиции на эту тему смотреть. Или если чувствуете, что где-то надо быть в другом месте, умеете встать и двинуться в другое место. Опять же, не пугая себя дополнительными рассуждениями. А вдруг, а если будет то, что нужно. И именно нужно вам. То, что надо, оно и будет. И очень благоприятно обязательно только для вас. Будьте как дети. Не раз приходилось проведить такой образ. Вы же, наверное, видели, как дети играют. Играют. И внезапно их взор увидел что-то другое. Они легко останавливаются на том, что делали. И двинулись в другом направлении, что их привлекло. Они не задумаются, насколько надо двигаться, стоит ли двигаться. А вдруг поползет, поцарапается. Он же не задумается. Он берет и пополз. Ему понравилось. Его это привлекло. Ну вот, нечто аналогичное должно быть у человека. Душевно. Он почувствовал, что что-то вдохновило его, коснулось, заставило сдрогнуть, встрепенуло его сердце. Ну, надо двинуться в том направлении. Что-то его позвало. Но если он начнет задумываться, да вот, да как жить, да вот тут, то, третье. Вот это уже говорит о том, что он стареет. Действительно, душой стареет. Но будьте молоды всегда. Не бойтесь двигаться, менять ваши направления жизненные. Будьте легки на подъем. Это очень важно. Уметь сохранить себя. Вопрос от ребенка. Как правильно обращаться к дедушке? Называть его по имени или просто дедушка? Ну, нередко зависит еще от того, как сам дедушка отреагирует на то или иное наименование. Можно и дедушка. Это как угодно. На самом деле не так важно, как вы кого-то назовете. Если это от сердца по-хорошему называется, тут ставить какие-то условности будет неуместно. И нередко зависит уже от самого взрослого, как бы он хотел сам, чтобы его называли. Можно это уточнить у него? по предсказанию племени Майя в 2012 году нас ожидает апокалипсис. Ваш прогноз на ближайшее будущее человечества? Да никакого прогноза не надо. У вас апокалипсис каждый день идет. В каждой семье там столько апокалипсиса уже битвы такие идут света и тьмы, что куда уж еще больше искать. Это совершенно не нужно. Время решающее, конечно же, оно идет уже. Идет, набирает полным ходом. Нельзя бесконечно жить в условиях, которые создал человек в качестве основы, на которой формируется общество человеческое. Жить соревнуя друг с другом неизбежно будет приносить страдания, будет приводить к войнам страхи, боязнь, что ближние нападут, могут вас опередить, что-то у вас забрать, всегда будет подстегивать развитие агрессии, развитие того, что обязательно принесет горе. В таких условиях нельзя жить в счастье. И время от времени люди попадают в условия, когда горе разражается в большом масштабе. Гибнет много людей, многие страдают и продолжают двигаться в том же направлении, где все то же самое вполне в любой момент вполне уместно может произойти, потому что для этого создаются все благоприятные условия. И потом восклицать, как же это так, да откуда, почему, будет неуместно. Все войны возникают от того, что люди сами создают для этого благоприятные условия. Поэтому не возникает. Если вы не хотите, чтобы это было, так надо жить совершенно по-другому, по-другому принципу. но по тому принципу, по которому человек живет, это неизбежно. А соответственно, чем больше будет научно-техническое развитие общества, тем более глобальней вероятность трагических последствий возникает. уровень развития сейчас достаточно высок для того, чтобы привести свое общество к самоуничтожению. Достаточно высок. И рассчитывать, что общество еще долго сможет существовать в условиях, в которых оно существует, уже будет неумно. так оно не сможет существовать долго. Теперь уже долго оно не сможет существовать. Надо будет многое в корне изменить. Поэтому человек живет в условиях, когда многое было предопределено очень интересным образом, чтобы однажды люди подошли и попали в условия, где для них будет предоставлено наиболее благоприятное, опять же, с учетом того, что имеют люди, какие особенности им не обладают. Будет предоставлено то, что станет решающим в их жизни, в определении судьбы человеческого общества. Но человеку самому выбирать предстоит неизбежно. И что он выберет, такой характер в развитии событий и дальше и будет происходить. Но люди, конечно, спасутся. Человеческое общество обязательно спасется. Для этого очень многое было предпринято и предусмотрено за много-много ранее. Только вот характер, глобальность трагических каких-то проявлений. Но она может быть разной. Опять же, в зависимости от того, какой выбор сделает каждый из вас. В какую сторону двинется, на какую чашу весов направит свои усилия и куда он позволит чашу этой сместиться в большую сторону. хотеть хороших бытовых удобств, которые требуются для моего состояния плоти и нервной системы. Хотеть красивой одежды, чтобы выглядеть хорошо, то есть одежды, в которой чувствую себя лучше и красивее. Это желание корысти или допустимое? Это допустимое желание, в принципе. но в зависимости от того, насколько сильно может быть проявлена ваша неуверенность в себе, настолько будет отклонение уже от этого казалось бы нормального подхода, потому что сделать что-то красивее это нормальное пожелание человека. Оно основано на его даре данном человеку Богом. и посредством которого человек должен в поэтической форме пробовать видоизменять окружающий мир материи. Когда он выражает любовь, свое умение любоваться к окружающим миром, когда он выражает свои пожелания добрые, неповторимые, он как раз посредством своих творческих возможностей, которые у него заложены, он и будет это как-то реально проявлять. И вот желание что-то красивое сделать в данном случае может быть примерить на себя что-то казалось бы на ваш взгляд красивое, оно в основе нормальное, оно имеет нормальные особенности, но в самой основе. А дальше, как я уже сказал, в зависимости от имеющегося страха, могут разрастись отклонения. И вот тут уже могут быть и опасные проявления. Но это уже тут нельзя будет на одном таком вопросе четко поставить конкретные границы, на которые следовало бы уже однозначно опереться. Тут уже тема большая, которая, конечно же, со многих уже других детальных подходов к ней, другой конкретики уже можно рассматривать всесторонне. Тоже нужен другой вариант вопросов. Как оправдать мужа и преодолеть негативную реакцию, когда он пьет пиво? Да, пускай пьет, всему хочется. Ничего, оправдывать. Оправдывать надо, когда вы уже стараетесь его уличить в чем-то негативном. Тогда человек должен принять противоположное усилие, оправдать. То есть, когда вы стараетесь кого-то обозначить виноватым, вот тут можно посоветовать. Вы тогда оправдайте прежде всего. Тогда это будет наиболее благоприятный подход к происходящему. Зачем его винить в том, что ему нравится пиво, он его пьет. Ну, пускай пьет, на здоровье пожелаете. И все, это не требует какого-то особенного пристального внимания с позиции, насколько же все-таки это будет ему полезно. так неверно подходить ко многим жизненным обстоятельствам. Это не страшно. Если в данный момент он видит благоприятным, для него это действительно благоприятно. Ведь ему нужно пройти, значит, какие-то обстоятельства в своей жизни, делать какие-то выводы. именно благодаря тому, что он сам предпринимает. Он обязательно принесет что-то важное для него. Не торопитесь так оберечь ближних. Это только больше приведет к осложнениям ваших общений и уменьшению ваших возможностей действительно оказывать помощь ближнему и быть ему полезным. Очень люблю детей, всегда нахожу к ним подход. На сегодня после потери двоих детей первый утонул в 7 лет, второй в 18 лет убит электротоком живет внутри страх потери. Не могу даже на время взять ребенка. Об усыновлении даже страшно подумать, надо ли мне преодолеть этот страх или у меня другая задача. Если действительно хочется иметь ребенка, не надо бояться. Надо иметь ребенка. Опять же понимая, что все будет так, как наиболее благоприятно для каждого, кто попадает в ту или иную ситуацию. Но иметь детей это гармонично, само по себе, в основе. И нельзя задаваться вопросом, насколько для вас в данном случае это нормально или не нормально. Оно нормально для всех. Но в зависимости того, как вы начнете прикладывать усилия, вы столкнетесь с развитием каких-то обстоятельств, которые будут показывать возможность вам сделать что-то. Тут уже нужно будет внимательным быть. Потому что, может быть, на данный момент для вас что-то неблагоприятно, но вы и увидите эти обстоятельства, которые покажут вам эту неблагоприятность. Тогда вы приступите к чему-то другому, каким-то другим усилиям начнете прикладывать. Но главное не пугаться. Потому что если сам страх внутри зародился, ему нужно дать правильное толкование самому себе, правильное пояснение внутри выстроить. Потому что происходящее, оно, как мы уже говорили, слово предопределено, хотя оно не имеет правила, как обязательное, но действительно предопределено, как то, что наиболее вероятно обстоятельство, которое может случиться в вашей жизни. И если оно у вас наиболее вероятно, значит, для вас оно является действительно благоприятным. Значит, это должно вас к чему-то подталкивать, к каким-то новым поискам, к какому-то новому мышлению, к которому вы раньше не приходили. И это призвано расширить ваш взгляд на что-то. То есть, к этому надо глубоко подходить, но не через страх, а пробовать именно рассмысливать ее с позиции благоприятности. То есть, имея в основе понимания, что если уж так произошло, значит, действительно была благоприятная, теперь порассуждайте с этих позиций. Найдите формы ваших суждений, которые действительно показали эту благоприятность. вот эта ваша попытка мысли самостоятельно в этом направлении очень важна. Может быть, вы вполне, может быть, что и неправильно будете размышлять, но в данном случае будет не это главное. Главное ваше стремление рассуждать именно с этих позиций, что все происходящее в реальности, оно действительно благоприятно. Если уж оно произошло, оно благоприятно для вас. А вот попробуйте теперь найти решение внутри себя, своем сознании, подтверждающее эту благоприятность. Это как своеобразное домашнее задание, которое надо уметь проводить, но не опирайтесь на страх. Ни в коем случае на страх нельзя в этом случае опираться. Это самое неверное, которое приведет к большим осложнениям впоследствии. Чем больше вы будете задумываться с позиции страха, тем больше вы заблокируете в себе важные качества, которым хорошо было бы открыться, но вы этому не позволите сами, позволяя всем большим бояться в себе.